Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Уж я так в сухом остатке попрощался, сейчас, видимо, снова буду вынужден поздороваться. Еще раз добрый день. Замечательный день пятница. Пятница, конец рабочей недели, поэтому, видимо, особое какое-то, да, сейчас такое эмоциональное чувство. И на этом самом подъеме эмоционально мы сегодня проведем с вами бизнес-класс. Сегодня замечательная тема, замечательный гость у меня в студии. Я его представлю сразу. Давайте Константин Бакшт, собственник и генеральный директор российского межрегионального холдинга «Капитан Консалтинг» и автор деловых бестселлеров. Добрый день, Константин. Добрый день, Олег. Уважаемые слушатели, тема нашего сегодняшнего эфира сформулирована следующим образом. Построение системы продаж. Как научиться продавать так, чтобы получать максимальный результат. Еще раз сразу же хочу сказать, что Константин в этом деле профессионал, да, хотел сказать, собаку съел, не будем мы про собаку. Набил много шишек, рекордное количество. Кстати, без шишек вряд ли, да, человек может стать профессионалом такого уровня, как Константин. Друзья мои, значит, вот об этом мы сегодня и говорим. Целый час эфира. Есть возможность, значит, задать Константину вопросы, он с удовольствием на них ответит. И для этого я напомню, у вас есть возможности следующие. Телефон прямого эфира, телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Есть сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте, собственно, свои вопросы. Ну, вот такие приготовления. Давайте начнем беседу, Константин. Давайте. Расскажите в двух словах, в трех, а может быть и в больших количестве слов, что это за межрегиональный холдинг, Капитан Константин, чем он занимается, ну и, собственно, о сути вашего бизнеса. Хорошо. Хорошо. Главное, в чем мы специализируемся, мы строим профессиональный отдел продаж под ключ, либо с нуля, либо совершенствуем имеющийся отдел продаж. Прежде всего, это отдел продаж B2B, то есть работающий с организациями и предприятиями. И настоящий отдел продаж должен заниматься привлечением новых клиентов, а сотрудники его должны получать основной свой процентный доход именно от новых контрактов с новыми клиентами, в крайнем случае от продаж имеющимся клиентам новых видов товаров или услуг. То есть ключевое слово здесь новый, 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 да? То есть они постоянно, количество их должно... Они охотники, они привлекают новых клиентов, то есть они добывают добычу, завоевывают территорию. Плюс к этому должны быть фермеры, клиентский отдел, которые работают уже долгосрочно с имеющимися клиентами, конечно, когда есть фактор постоянных или регулярных продаж. Есть весь бизнес, где все сделки абсолютно разовые, и повторные сделки чаще всего не бывают никогда. Вот. И, наконец, как это ни странно, даже если и отдел активных продаж, и клиентский отдел будут выстроены идеально, две есть беды в их работе, которые они не смогут решить. Первое. Это укрепление развития личных отношений с имеющимися клиентами. В результате, чем дальше, чем больше будут эти клиенты без защиты перед конкурентами. И второе. Это продажи имеющимся клиентам как раз тех самых новых групп товаров и услуг. Они делают крайне неэффективно, как это ни странно. Увеличивать объем сотрудничества могут, а новые услуги плохо. Так вот, соответственно, еще нужно третье направление работы VIP-программа, как мы ее называем, для того, чтобы именно укреплять и развивать отношения с имеющимися клиентами, контролировать очень тщательно качество обслуживания и обеспечить, чтобы безукоризменно четко и точно и должным образом выполнялись обязательства перед клиентами. И заодно можно развивать с ними отношения, с этими клиентами, получать от них рекомендации. Понятно, понятно. Вот. Ну, еще раз повторюсь, чувствуется профессионал. Ведь, я так понимаю, что и в вашей сфере, да и в любой сфере, наверное, очень важно систематизировать, да, все, что в голове и все, что снаружи. Вот сейчас очень системно, да, как бы это дело озвучили. Ну и метафоры мне понравились. Это, значит, охотники, да, это фермеры. А вот последняя группа товарищей. Ну, наверное, это профессиональные агрономы, которые вносят удобрения, подбирают сорта. Да, очень точно, очень точно. Вернемся тогда к заявленной теме. Смотрите, одна из ваших деловых книг, да, один из ваших бессерин, называется так. Последний, я так понимаю, да, ну, тот уже написали недавно. Называется так. Построение бизнес-услуг с нуля до доминирования на рынке. Вот это вот забавно, ну, забавно с моей точки зрения. Представляете, я прихожу, не имея, наверное, никакого опыта, да, в этой сфере, и вдруг занимаю главенствующую, ну, через какое-то, может, продолжительное все же время, занимаю главенствующую позицию. Вообще это реально? А вы понимаете, что все остальное просто небезопасно. Так. Вот, допустим, вы строите бизнес, который, как вы рассчитываете, займет маленькую долю, каких-то там несколько процентов на рынке, где конкурируют друг с другом и сражаются мощные, сильные компании. Пока рынок растет, и вам тоже найдется дело, хлеб и клиенты. Но что будет, когда настает очередной 2008-2009 год? Не дай бог. Вот идет базовый спад, ну, почему же, не дай бог? Видите ли, у каждого периода экономики есть свои преимущества, и когда рынок растет, то зарабатывают все, а когда рынок падает, то пока толстый сохнет, худой дохнет, но очень сильно потом те, кто выживут, увеличивают свою долю рынка. Так вот, вы никак не можете рассчитывать выжить, если вы занимаете слабую позицию, и у вас нет преимуществ. Поэтому, единственное, что безопасно, это быть компанией, доминирующей на рынке, в крайнем случае, одним из лидеров, то есть иметь одну из существенных долей этого рынка. В каждых тяжелых обстоятельствах, в каждой тяжелой ситуации наибольший шанс выживания только у таких компаний, ну, и при том, что они, конечно, не влезли безрассудно в кредиты чрезмерные. Как, кстати, произошло с Евросетью, и Чич Варкин вынужден был ее продать. Другой вопрос, что он ее продал, и даже за какие-то деньги, а не как там Кит Финанс за один рубль и несколько миллиардов невозвратных долгов. Вы ему вынужден, конечно, конечно. Да. Он не так плохо строил бизнес, что ему заплатили положительную разумную сумму за него, даже в этой ситуации. Говорит само за себя. Значит, я прекрасно понял, что доминирующая, так сказать, позиция на рынке... Это единственное безопасное, но что может сделать малый бизнес? Компания, еще только начинающая свой путь. Вы можете найти ту нишу, где вы все-таки имеете шанс в какой-то перспективе занять доминирующую позицию. Понимаете, никто не работает на рынке в целом. Самая ведущая на рынке компания по, допустим, рекламе, вряд ли является лидером при этом по продаже машин, к примеру, да? Ну, это очевидно. Ну, поэтому никто не работает на рынке в целом. Ведущая компания по продаже машин в Самаре, не факт, что вообще работает в Алтае. Да и не должна. Может работать, а может и не работать, да? В Самаре у нее будет крепкая позиция, вот это уже неплохо. То есть мы говорим о том, что успех и возможность занять доминирующую позицию во многом зависит от того, что я нашел, вот здесь я смогу, здесь я не смогу. Нашли нишу, где вы сможете обеспечить происходство над другими. Вот в чем суть. Ниша может быть и маленькая. Классический пример, что на рынке, где очень конкурентные, допустим, рестораны, их много, многие туда вкладываются, клиентов на всех не хватает, многие теряют деньги, много проектов неудачных, и тем не менее на этом рынке первый, кто делает четко специализированный, например, гей ресторан, он может быть вполне доходным. И может быть при этом не быть выдающейся кухня, исключительно интерьера и чего-то еще, он все равно будет стабильно доходным. То есть идея, да, идея. Выбрал нишу, и вот за счет ниши кириешки те же самые, что до кириешков сухариков не было, может быть, да? Ну, я не особо любитель, но я предположу, что были. Ну, как бы многие из нас, может быть, не особо любители, не все из нас хотели бы часто кушать в Макдональдсе, но многие не отказались бы иметь Макдональдс как бизнес в собственности, да? Безусловно. Вот этот классический пример, как должен быть выстроен бизнес, это именно Макдональдс. Чем сильнее система бизнеса, тем слабее требования к кадрам. И не нужно строить компанию так, что вот нужны вам гени, чтобы эта компания работала. Нет. Нужно выстроить так, что даже весьма несовершенные люди, уже работая в этой компании, совокупно могут обеспечивать вполне неплохой результат и доход. Совокупно. Да, конечно, совокупно. Да, да, а если все-таки точечно смотреть, вот не совсем, ну, я не знаю, честно говоря, не совсем совершенные люди, да? Точечно, когда в небольшой торговой компании продажи совмещаются с закупом. Это лучший способ и строить бизнес-инкубатор, когда вместо одного бизнеса скоро будет пять, как две капли воды, похожие друг на друга по теме. И у них, я так понимаю, шанс добиться вот этого, да? Практически ничтожен. Практически. Что нужно строить бизнес так, чтобы ни сотрудник в отдельности, ни отдел, какой-либо отдел, неважно, в совокупности, не могли полностью сформировать прибыль. Не могли полностью выполнить вот эту цепочку формирования прибыли. Там, где идет разделение труда, разделение функций, это бизнес, контроль. А там, где идет совмещение, там, где идут универсалы, которые... Вроде бы всем занимаются. В русском группе необходимое и достаточно, чтобы полностью сформировать эту прибыль и продать, например, и поставить, и продать, и исполнить услугу. Это отсутствие контроля, и это обязательно будет развал. И вот попытки увода бизнеса. То есть в данном случае это дело времени просто-напросто, да? Да, дело времени и личных наклонностей из кочевых сотрудников. Рано или поздно. Скорее рано. И многократно. Рано и потом многократно. Да, логично вспомнить, разделяя и властвуй, да? Более того, еще 2000 лет назад, более 2000 лет назад, китайцы мудрые писали так. Когда чиновники в раздоре, государь спокоен. Когда чиновники в согласии, государство в беде. Самое интересное, что для эффективного выстраивания и системы продаж, да и бизнеса в целом, нужно одновременно обеспечивать две вещи, которые кажутся противоречащими друг другу, на самом деле они могут быть неконфликтными, взаимодополняющими. Я понял. Константин, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом расскажете нам. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня в гостях Константин Бакшт, собственник и генеральный директор российского межрегионального холдинга «Капитал Консалтинг», автор деловых бестселлеров. Сегодня, кстати, мы о них еще раз поговорим. Один из них уже прозвучал. В эфире его название, по крайней мере. И Константин расскажет наверняка нам в дальнейшем и о других. Много вопросов уже, Константин. Но, если позволите, мы во второй части будем об этом говорить. Давайте продолжим разговор с точки зрения правильности построения этого самого бизнеса, построения продаж, разделяя власть и так далее. Так вот, на самом деле, и при построении системы продаж, и при построении бизнеса в целом, нужно уметь совместить два принципа, которые кажутся противоположными, но на самом деле они взаимодополняющими. Одновременно должно быть команда образования и конструктивный конфликт. Это можно представить себе так. Конструктивный конфликт — это уголь в топке паровоза. А команда образования — это стенки котла. Если угля не будет или он не будет гореть, хладный паровоз будет стоять на месте. Если в уголе будет жарко гореть, а стенки не выдержат, то взорвется котел, разнесет паровоз. Но лишь в том случае, если и сильный жар, и крепкие стенки, паровоз поедет и подтянет за собой состав. Так что нужно уметь одновременно достигать и то, и другое. Здорово. Очень яркие метафоры еще мне особенно это нравится. А если можно теперь поподробнее, Константин. Вот о стенках более-менее непонятно. А вот что такое этот самый конфликт? Слово конфликт, оно сразу как-то напрягает, начинает. Конструктивный конфликт — это как понять? Ну, один из ведущих принципов мотивации, например, звучит так, что сколько бы вы не призывали сотрудников в светлое будущее, они ваши призывы будут пропускать мимо ушей. Но успех соседа непереносим. Поэтому у меня есть обязательно рассылка новостей, рассылка хороших новостей. То есть если что-то хорошее происходит в компании, то это личное смс-кое доставляется каждому ключевому сотруднику. И тот, про кого новость, он, следственно, гордится. А кто-то из других, возможно, с кишечью зубами. Все это работает на пользу. Это некая зависть, да, что ли? Зависть в хорошем смысле. Конструктивный конфликт. Белая зависть, да? Ну, белый, не белый уж не знаю. Я понял. Мне главное, чтобы это хорошо работало. Не, очень корректный формул, конструктивный. Ну, по крайней мере, понятно теперь, о чем идет речь. Если можно, Константин, расскажите нам, пожалуйста, что представляет собой вот эта самая система продаж под ключ? Под ключ, да? Об этом вы тоже говорите. Смотрите. Если профессиональный отдел продаж строит своими силами, это обычно занимает несколько лет. И за эти несколько лет несколько делов продаж гибнут целиком. Например, у меня первый успешный опыт в компании интернет-провайдере, а все там было 12 направлений бизнеса, строился три с половиной года и семь отделов продаж. Пять погибло полностью, шестой наполовину. Ядро седьмого отдела продаж стабильно работает уже 12 лет. Однако, если бы мы первый отдел продаж строили так же, как строили седьмой, то ядро первого отдела продаж уже стабильно проработало 14 или 15 лет. Ну, то есть, вся беда в том, что мы не знали, мы делали это на ощупь, правильно? Да, 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 да. А у нас, собственно, основное, что самое ценное делает наша компания, это то, что она может такие отделы продаж строить под скрипуч в бизнесе наших заказчиков, ну, либо реорганизовывать работу имеющихся отделов продаж. И приезжают наши эксперты, либо по России, хорошо, там, допустим, это Москва или Воронеж или Самара, посерьезнее, это там Иркутск или, не дай бог, Владивосток. Там очень большая разница во времени. Ну, или Минск какой-нибудь, там, Украина практически вся, несколько регионов в Казахстане, вплоть до не только там Алматы, Астаны, но и Атырау какого-нибудь. И вот там месяцами вахтинным методом заезжают и прямо на месте строят такие отделы продаж. То есть, что они делают? Набирают кадры, рядовой состав, потом из них выращивают, поднимают руководителей. Из них выращивают? Да, ну, реально, там есть тонкость. Они часто просто набирают людей реально руководящего опыта, но сначала их ставят на рядовую полевую коммерческую работу. То есть, когда они доказали свою готовность пахивать, готовность, там, делать те же самые холодные звонки, умение вести полевую черновую коммерческую работу и лояльность компании таким образом, тут их уже можно поднимать наверх. Конечно, зачем учить руководителя с нуля, когда можно, так сказать, взноздать и пришпорить уже хорошего рысака, да? Совершенно верно. Ну, и как минимум времени на это меньше. Да, но сначала его нужно, так сказать, объездить, да? Нельзя сразу-то на нем горцевать. Вот. И адаптационные программы, тренинги, разработка, внедрение технологии стандартов продаж, огромного документа оборота, жесткое юмиллярное управление продажами, там 13 управленческих мероприятий, 3 ежедневных, 2 еженедельных, 8 ежемесячных. И вот все это отстраивается, раз за разом шлифуется, то есть за эти 3-4 месяца, плюс еще месяца 3 обычно постконсалтинг, там раз за разом проводятся конкурсы, добираются кадры, раз за разом учатся, причем те, которые набраны раньше, учатся многократно одному и тому же. Выстраивается их активная работа, чтобы они активно звонили, встречаются с клиентом, выезжали к этим клиентам на переговоры в своем городе или по обширной географии у нас не засидишься, и уже ключевые переговорщики компании помогают им с ключевыми переговорами и доживыми сделок. И вот так строится отдел продаж. И цели две. Выстроить и обучить заказчиков всему, что умеют наши эксперты. Каждому сотрудничеству они должны все уметь, и сами набирать кадры по нашей технологии, и не только в отдел продаж, и сами управлять этим отделом, тренинги проводить, если надо развивать этот отдел, если захотят другой такой же выстроить, или несколько таких же в других направлениях бизнеса. Это стандартный результат. Они должны все уметь, мы должны им после этого быть не нужны. Здорово, здорово. Кстати, говоря о других направлениях бизнеса, можно считать, что в принципе отдел продаж это некое универсальное такое, так сказать? Но для продаж B2B достаточно универсальное. А если продаж идет частным лицам, там система продаж проще, но без либо сильной рекламы, либо еще и хорошего выигрышного расположения торговых точек и указателей на них, это все работать не будет. Ну, конечно, можно активно продавать частникам, это называется MLM. Но вы же понимаете, что основные деньги в мире делаются отнюдь не MLM компаниями. Конечно. Кстати, вот вы начали говорить о том, что если это частный сектор, что называется, то это проще. А в чем простота? Продаж идет на входящем потоке, и там технологий нужно меньше. Грубо говоря, технологии, как отвечать на звонки, если они вообще есть. Технологии, как общаться с клиентом, когда он пришел в торговый зал. Хорошая система набора. Разумная система мотивации. И очень важен выбор директоров магазинов, администраторов салонов. Вот в целом, для неплохо выставленной системы продаж это уже может быть достаточно. Плюс, если тратить серьезные деньги на рекламу, то, разумеется, нужна система анализа эффективности этой самой рекламы. Ну вот, оборотная сторона, что, а, без либо рекламы, либо расположения, либо и того, и другого. Без организованного уже входящего потока. Вы же не будете выбегать на улицу там и... И хватать за рукав. Вот, купите у нас котлы, купите у нас котлы. Многие так делают, я так понимаю, что... Это делали канадские сумчатые, но это же были там... Купите у нас игрушечного медведя по пятикратной цене. И мы вам в подарок еще предложим всего лишь по пятикратной цене утюг сломанный. Сами понимаете, это какие-то разводческие схемы, к серьезным продажам не имеющие никакого отношения. Подумайте, вот идет работа с частными лицами, вы им продаете всего-то, например, там, металлочерепицу на крыше дома, или там, система отопления, доснабжения, да? Ведь там же серьезно нужно работать. Безусловно. Вот, на достойном профессиональном уровне, вряд ли, если вы сосочите все силы на то, что будете выбегать на улицу, хватать оба кого за руки, у вас будут достойные продажи, уж я молчу, про то, как потом будет при таком подходе исполнение этих проектов. Вот, так что работать нужно на совесть, и продажи стоить на сильно профессиональном уровне, и при этом строить достойно. Чтобы клиент, когда работал с вами, чувствует, что и работает он с достойными людьми, и к нему также относятся, достойно с уважением. А не то, что из него хотят любой ценой деньги выпотрошить, а дальше на него всем все равно, скажем так. Да. В таком случае, смотрите, мы говорим о необходимости рекламы, да, вот в этом. Реклама в любом случае штука полезная, но для частных лиц она имеет практически первоочередное значение. А вот для продаж корпорациям, значение инструментов рекламы и маркетинга по определению вспомогательное. Серьезные сделки на миллионы, десятки и сотни миллионов, даже рублей, я уж молчу про доллары, не заключаются только по рекламе, только сходящего потока. Даже если к вам обратятся, без серьезных многоэтапных переговоров впоследствии, это не сделает вам продажи. Ну а если сделает, значит вы, наверное, продаете что-то очень полезное по таким убитым ценам, что, наверное, там в очереди на покупку еще и конкуренты ваши стоят. Да, да, да. Все сильно заинтересовались этим предложением. Это отличается продажа от дистанционного сбыта. Дистанционный сбыт это попытка без серьезного личного контакта продавать клиенту то, что ему заранее нужно, по той цене, по которой его заранее устраивает купить. Работать так тоже можно, но, сами понимаете, во многих случаях либо это будет не та прибыль, либо вообще лишь почекотите рынок, вместо того, чтобы реально его взять в охапку и оставить за собой. Так вот, продолжая тему рекламы, это дополнительная структура или это обращаемся к профессионалам, да, чтобы они... Ну, в любом случае должны быть, наверное, свои подразделения. Или в отделе продаж есть какой-то подразделение. Нет, это сбоку. Это сбоку. Есть директор по маркетингу, например, там, или по рекламе. У него может быть также свой штат. Более того, в МСЖ-компаниях обычно как раз сверху директор по маркетингу, а под ним уже коммерческий директор и, допустим, бригады, которые работают с дистанционными, либо свои торговые представители. Смотрите, если вы подставляете что-то в чужую розницу, то если ваша продукция неинтересна и не нужна, вашим торговикам будет не очень-то легко ее продвинуть. Но если вы, благодаря многолетнему воздействию на рынке, обеспечили, что ваша продукция действительно нужна и популярна и пользуется спросом, то, конечно, ваши торговики все-таки должны догадиться, чтобы она физически еще присутствовала в рознице. Но догадиться им, значит, это будет проще. Если приходит молочный заводик, там, свиньин и братья, ой, купите наше молоко в пакетиках, поставьте его на свои полки, может быть, у него будут серьезные проблемы с тем, как на полки влезть. А если там речь идет о Даноне, то многие торговые сети, если Данон к ним не придет, то они сами приглашают его, никуда не денутся, как миленькие припорят. Как миленькие. Будьте любезны, да? Да, иначе не обеспечить при присутствии этого ассортимента бай-бай клиентский поток. Вот, поэтому в таких компаниях более сильных маркетинг стратегический даже важнее, чем физические продажи в виде захвата розничной сети и отгрузки в розничные точки. Я понял. Константин, спасибо огромное. Сейчас еще раз мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш сегодня увлекательную беседу. Я так подчеркнул бы, мы сегодня говорим на тему построения системы продаж. И в студии бизнес-класса Константин Бакшт, собственный генеральный директор российского межрегионального холдинга «Капитал Консалтинг», автор деловых бестселлеров. У нас много вопросов к вам, Константин. Если позволите, давайте я парочку хотя бы озвучу, и мы продолжим дальнейшую беседу. Значит, пишет наш слушатель Иван. Пишет наш слушатель Иван. Сейчас, секунду. Вот он. Вопрос такой. Работая в туризме, я научился хорошо продавать. Отлично. Это прекрасный навык. Да, уже приятно. На основе работы я легко вижу, что продавать нужно не только уметь, но и к этому должен быть некий дар. Не каждый может быть, пишет Иван, результативным продажником. Это мое мнение. А вы, Константин, считаете, что продавать можно научить любого, или, как думает Иван, это особый дар, то есть продажникам, видимо, нужно родиться? Как вы думаете? Скажу так, с одной стороны, Иван прав, и, кстати, очень хорошо, что у него теперь хорошо получается продавать. Вообще, я считаю, что многим собственникам бизнеса, особенно тем, кто еще только задумывается о том, чтобы создать свой бизнес, не решили бы подумать, что они в своем бизнесе, приобретая опыт и совершая ошибки, расплачиваются крайне дорогой ценой. И я бы крайне рекомендовал до того, как создавать свои бизнесы, в бизнесах других, работая по найму, освоить три ключевые квалификации. Опыт продажи переговоров раз, опыт управления два и опыт финансового менеджмента, управления финансовыми потоками, платежи и так далее. Три. Крайне советую до того, как лезть в свой бизнес. Меньше будет жертв. Так вот, Иван уже одну квалификацию, как минимум, освоил. Отлично. И он одновременно прав и одновременно неправ. Продажа — это 100% технология. Каждого самого гениального продавца можно по секундам проанализировать, как он работает. Даже не переговорщика, а любого, кто выступает публично, общается с публикой, если он хорош в этом. Вот. Взять какого-нибудь господина Жириновского, вот его выступление я могу по секундам расписать, что и как он делает. Если он посмотрит, как общаюсь с аудиторией я, он по секундам распишет, как и что я делаю. Поэтому, с одной стороны... Я прошу прощения, Константин, вы же профессиональный продажник, а господина Жириновского вряд ли можно назвать продажником. Он на интуитивном... Нет, он работает с аудиторией профессионально, а квалификация общаться с людьми, она общая. Она общая. То есть это для продаж или для политики, это уже дело другое. Совершенно верно, совершенно верно. Так вот, с другой стороны, поскольку это технология, то и ей можно обучить любого, и на некотором среднем уровне можно делать так, что будет заниматься продажей практически кто угодно. Однако, активная корпоративная продажа – это работа тяжелая, нервная, местами откровенная, мерзкая, и не каждый человек имеет склонность вести такую работу. То есть если его, так сказать, очень сильно заставит жизнь, он будет. И если сильная система, то будет делать это на нормальном, среднем уровне. Но если жизнь его колоссально не заставит, он, в принципе, не хотел бы такой работой заниматься. То есть ему будет некомфортно, да? И если потом будет возможность там куда-то уйти в другое место, то, скорее всего, уйдет. То есть не у каждого есть склонность, предположенность самой этой работой заниматься. Но третье же в том, что если у человека есть рожденные к этому склонности и таланты, то он может и без подготовки неплохих вершин достигнуть, а уж с подготовкой в сильной системе достигнуть выдающихся результатов. В то время как человек, не имеющий таких склонностей, он может обеспечить хорошие и средние кризисные результаты, но блистать не будет. Поэтому талант – это, скорее всего, возможность засечь успеха там, где система не выстроена, профподготовки нет, системы, профессиональный отдел продаж нет и не ожидается. И это возможность сверкнуть звездой там, где система есть. А среднячком иметь достаточно крепкие результаты работать там, где сильная система продаж, может практически каждый. Но не каждый захочет и не каждый будет это делать. Вот это другой вопрос. Спасибо, спасибо. Давайте вернемся к разговору о системе продаж. Собственно, вы рассказали, как выстраивается эта система под ключ, даже время, сколько на это тратится, и в какой степени технологии более-менее понятны. А как скоро она начинает давать результат уже? Так, но прежде всего скажу, что более подобная информация о том, как это все строить, развивать, с каких целей строится такой профессиональный отдел продаж. А цели это гарантированный сбыт, независимость от кадров, от двух до четырех любых ключевых человек в продажах и планируемое увеличение сбыта. Вот это все можно более подробно в моей книге «Построение отдела продаж с нуля до максимальных результатов» изучить. Так вот, так это все строится. Так, еще раз, в чем вопрос? Мы говорили о том, более-менее понятно, как это строится, схематично как минимум. Когда это дает результат, начинает давать результат. Ну, смотрите, это зависит от того, кто строит. Потому что, когда это выстроено успешно, это начинает давать результат. Когда это еще успешно не выстроено, допустим, вот когда у меня был первый опыт, было семь отделов продаж. Первые два не делали продаж вообще, только репутацию компании гробили на рынке. Третий, четвертый, какие-то отдельные продажи были, но очень отдельные. Пятый уже были неплохие продажи, но, к сожалению, отдел еще не вышел на результат, чтобы команда была стабильной. И также частично развалился и шестой отдел, и лишь седьмой, и результаты хорошие давал, чем дальше, тем лучше. И в том числе потому, что уже команда стала совершенно стабильной, и вкладываясь в одних и тех же людей длительное время, мы их развили на совсем другую квалификацию. Тем более, что там еще примерно половина состава работала, оставшаяся от шестого отдела. Я бы сказал так, когда мы строим проекты под ключ, то средняя рентабельность проектов, средняя окупаемость составляет около 8 месяцев. Почему именно так? Никто не знает, но по практике это так. Есть факторы, которые делают проект сверхокупаемым, точнее могут сделать. То есть, если проект окупается быстрее, у нас были случаи, когда в первый месяц окупился, два случая таких было. Несколько случаев, когда во второй месяц, уже там несколько десятков. Все такие сверхокупаемые проекты имеют несколько общих черт. Продажи корпоративные. Все контракты достаточно крупные, это минимум сотни тысяч, а скорее миллионы, десятки миллионов хотя бы. И любые переговоры с любым потенциальным клиентом без исключения, как только доходит до ключевых переговоров, помогают с этими переговорами опытные, уже имеющиеся у компании переговорщики, будь то руководитель продаж, будь то директора, будь то ведущие технические эксперты. Вот при этих трех факторах проект может быть сверхокупаемым. То есть, уже за несколько месяцев все затраты возвращаются и идет уже окупаемость. И, с другой стороны, если к нам приходит потенциальный заказчик, мы обсуждаем с ним ситуацию, я вижу, что за год, и даже, может быть, и за два, проект такой не окупится, я, в принципе, никогда не соглашусь на этот проект. То есть, такая элементарная защита. Если я не вижу перспективы хорошей окупаемости заказчика, зачем брать заказчика деньги? То есть, на данный момент, нечестно, это было бы с нашей стороны. — Согласен, да, это логично. — Пусть он развивает бизнес сам, как может, и когда будет предпосылки, что действительно есть перспектива роста продаж, вот тогда, окей, мы можем вернуться к этому вопросу. — Ну, смотрите, я так понимаю, что вы делаете такой вывод, да, пообщавшись с заказчиком, ну, на основании своего опыта, гигантского опыта, понятно. — Ну, не только я, ряд наших ведущих экспертов могут сделать аналогичные выводы. — Совершенно верно, совершенно верно. Ну, тем не менее, наверняка, многим заказчикам подобные ремарки, да, в их адрес не очень по душе. — Знаете, мы доктора, мы должны говорить то, что полезно, и это не всегда одновременно то, что приятно. — Ну, хорошо, если вы... — Мы можем сгладить, мы можем мягко сказать. — Но, тем не менее, я сразу задаю вопрос доктору, доктор, а давайте как-то полечимся, может быть, я бы не хотел оставаться вот в такой ситуации. То есть у вас заказчик может сказать, ну, хорошо, я вам верю, но, может быть, что-то можно... — Я могу сказать, что он может сделать сам, но скажу так, что в результате наших переговоров с такими заказчиками 3% мы не нужны. То есть у него есть текущие вопросы, он их прекрасно решит сам. Если хочешь на тренинги к нам сотрудников отправить, пожалуйста, но с точки зрения серьезных услуг, консалтсов, экспертов. — То есть вы ему так и заявляете? — Мне все так хорошо выставлено, что, видит Бог, ничего тут существенного мы не добавим. — Вам доктор не нужен, вы сами... — Поздравляю вас, мне очень приятно, что я общаюсь с таким предпринимателем, который здесь, в России, так выставил свой бизнес. 3% уверяю вас, мне каждого из них видеть приятно, хотя никогда с ним не будет никаких там серьезных контактов. И 15% в неоперабельный случай, когда он сам себе уже, наверное, не поможет, и мы уже не поможем. Но в целом я еще могу сказать, какие, на мой взгляд, шаги можно предпринять. Если эти шаги будут успешные, ну, допустим, там уже близко к клинической смерти, но электрошок, непрямой массаж сердца, укол там чего-то туда же в сердце напрямую, есть шанс, что откачаем. Вот он отлежится в реанимации, то, может быть, будем заниматься оздоровительной физкультурой, да? — То есть после этого вы все-таки возьмете его на лечение. — А пока он, извините, лежит недвижимо, уже и дыхания нет, физкультурный с него оздоровительный, накачивать мускулатуру ему, прямо скажем, неуместно и преждевременно. — А может, уже и никогда не пригодится. — Это правильно. — В таких случаях 15%. — Я понял. Если говорить о профессионализме, вот есть такая позиция, как руководитель отдела продаж, но это, понимаешь, все на нем и строится. Ну, или в большей степени на нем многое, да? От него многое зависит. — Это неправильный подход. — Хорошо. — Зависит от него очень многое, но именно поэтому, сами понимаете, сделать все так, чтобы все строилось на нем и полностью от него зависело, это было бы крайне глупо. Для собственника бизнеса. — Совершенно верно. — Да. — Так вот, этот руководитель отдела продаж, он какой должен быть? Он должен быть кем? — Видите ли, если мы говорим о хорошей системе продаж, то мы возвращаемся к принципу, что чем сильнее система, тем слабее требования к кадрам. И ошибка собственников очень многих в том, что найти гениальный руководитель продаж, которым выстоит отдел продаж и все наладит его работу. Увы, но именно здесь ошибка очень опасная, потому что, как показывает наш опыт, с вероятностью от 60 до 80 процентов, он не только не поможет строить отдел продаж, то есть он там практически никогда не поможет, а вероятность от 60 до 80 процентов, что он и будет использовать ситуацию бардака в продажах и невыставленной системы в своих личных эгоистичных интересах. — Вот оно как. — Крайне неприятными для собственника средствами. Тут может быть. — Про союзные заговоры, организации под себя, влияние команды с враждой уже к другим руководителям, к владельцам, воровство, крысятничество, слив информации на сторону работы, на конкурентов, попытка ухода, перехода конкурентам с попыткой перевода клиентской базы, вплоть до попытки увода бизнеса в целом. То есть вот что-то такое, понимаете, с вероятностью от 60 до 80 процентов. — Это очень высокая вероятность. — То есть вы приложили усилия, наняли сильного профессионального человека, и если он просто вам колоссально не изгадил бизнес, вам уже повезло. Но это везение будет соответствовать немногим. На самом деле это по Майклу Герберу вторая классическая ошибка владельца бизнеса. Первая классическая ошибка — это сделать бизнес для того, чтобы быть собственником бизнеса, это уже фатальная ошибка. А второе — это понимая, что ты слабый руководитель, попытаться найти чудо-руководителя, который за тебя выслит управление. То есть частный случай — это с руководителем продаж. Но если с руководителем производства, может, какой-то чудо-руководитель, которого вы пытались нанять, просто вам не сильно поможет, или даже частично поможет, но потом не справится и уйдет, то в случае с руководителем продаж, с подряющей вероятностью он вам еще и нанесет тяжелый ущерб. На самом деле, если эффективно строить эту работу, то сам собственник, изначально взяв на себя на какое-то время эти функции, должен выставить управление продажами до той степени простоты, чтобы управлять отделом продаж, может практически любой, ну практически любой, вы понимаете, да? А после этого на это место можно уже ставить наиболее перспективного... Из этих любых сотрудников. Да. Да. Вот. Константин, я... К тому же, руководитель продаж должно быть минимум двое, и они не должны быть излишне дружны друг с другом. О, как. Очень тонко. Сейчас еще раз новости на финансе. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир, а точнее последнюю его часть. К сожалению, как всегда, это бывает. Времени мало, интересный собеседник, время летит. Если позволите, я начну последнюю эту часть с того, что озвучил просьбу нашего слушателя. Вот он такую забавную историю написал, и как раз она, что называется, в руку, да? Мы говорили только о том, кто такой должен быть, да, профессиональный специалист, да, руководитель отдела продаж, о классических ошибках Константин рассказал. И вот как раз иллюстрация, да, пишет наш слушатель. Жил-был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли, коротко ли, резюме рассылал. И как-то пришел в одну контору на собеседник с генеральным директором. И шло у них собеседник 6 часов. Уж и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинались с 200 долларов в месяц, а уже за 2,5 тысячи спорят. И проценты, и бонусы, какие-то спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные страховки, отпуск. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил, дал. Приступил менеджер к работе. И за первый месяц увеличил продажи втрое. Потом в десятеро. Потом в сто раз. Потом вообще все в конторе продал. Включая мебель, констовары, секретаршу, базу данных. И самого шефа сдал налоговой. Потому что это был очень хороший менеджер по продажам. Вот такая смешная, ну, в кавычках смешная, да, забавная история. Как раз вот иллюстрирует то, что Константин рассказал. А, да. Продолжаем. Вообще еще один вопрос от слушателя. Классический пример реального бизнеса. Это Apple, пишет наш слушатель. Ни одна компания не имеет таких денег. Работать на них мечта. И если посмотреть, то видно, что успех получает инновации. Неужели без них выйти на рынок и получить прибыль уже сложно, когда почти все рынки уже заняты, Константин? Все в инновации упирается. Вот как раз инновации, как показывает серьезный анализ бизнесов. Это у Коллинза Пороса можно посмотреть. Очень редко тот, кто что-то новое изобрел, сам получает максимальный успех от этого. В частности, Apple не сам создал основу своего успеха, а прекрасно преэксплуатировал многолетние, очень высокозатратные исследования Ксеркса, которым просто подарил все результаты своих исследований, включая разработанную мышку как устройство, и графический интерфейс, компьютер и все остальное. И лазерный там еще принтер уже был разработан. Другой вопрос, что Ксеркс получил за это, конечно, какой-то пакет акций, но факт, что у Ксеркса это был разработан, но Ксерксу не пригодилось. А Apple на этом блестяще сделал сначала Лизу, потом Макинтош, и вот тут уже вышел на рынок. Вот вам успех Apple за счет чужих инноваций. Даже в фильме есть неплохой пираты силиконовой долины, как они друг у друга все воровали. А говорить, что рынок весь захвачен, и на захваченном рынке нельзя достичь успеха, может говорить только тот, кто никогда не слышал про такую компанию, как Walmart. Неужели вы думаете, что в момент, когда сам Волтон этот Walmart начал строить, высококонкурентнейший рынок розничных продаж, вот этих вот продуктов питания, розничных сетей в Америке не был захвачен, не был полностью поделен. И вот вам, пожалуйста, крупнейшая в мире розничная сеть, которая все еще не зашла в большинство крупных американских городов при этом. А, кстати, говорить, вот если об этом чуде, да, чуде Walmart. Такое чудо. Вон у нас Тиньков одно время развил пиво, заработал денег, продался за большие деньги. Что, Олег Тиньков пиво изобрел? Может быть, до Тинькова никто пиво в России не варил? Вот вам и инновации. Ну, кстати, Олег Тиньков сейчас пытается заниматься банковским бизнесом. Что, до Олега Тинькова никто не занимался банковским бизнесом? Да, 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 можно оценить успех все-таки. То, что Олег Тиньков находит новые возможности в рынке, отнюдь не значит, что он там придумывает принципиально новые продукты. Да, да. Он не придумал принципиально новое пиво. И ничего так. Успеха достиг. А до этого были пельмени. Он что, пельмени, может быть, изобрел? Пельмени изобрели в Китае несколько тысяч, скорее всего лет назад. И ничего так. Понятно. То есть, в любом случае, да, отвечая на вопрос нашего слушателя, не упирается все в инновации. Ни разу. Более того, какой бы качественный продукт вы не производили, если вы там производство, ни копейки это еще не дает вам возможности преуспевать на рынке. Как говорит тоже один мудрый человек, если бы счастье было в производстве, американцы не выносили бы производство в Китай. Отдельно, кстати, вот последняя книжка, которая у меня вышла, это «Продажа и производство враги или партнеры». Как раз про то, что сначала коммерсанты больше продают, потом производственники не справляются, потом идет священная война коммерсантов и технарей на взаимное уничтожение. Ну и разумеется, чем дольше она эффективнее идет, тем хуже приходится от этого бизнеса, и клиенты также всех страдают. Хорошо. Значит, продолжая разговор, возвращаемся к системе продаж. И если можно, ну я так понимаю, что мы об этом уже сегодня поговорили, и те мнения можно подчеркнуть. Константин, как вы думаете, какими показателями определяется эффективная система продаж? Вот все, что мы выстроили, запустили, и дальше, естественно, мы пытаемся некую статистику подвести, как все это дело работает. Вот на что в первую очередь обращается у него. Ну, смотрите, система продаж, понятие широкое, там, как я уже рассказывал, несколько отделов, и все. Возьмем для примера конкретный отдел активных корпоративных продаж. Задача сотрудников этого отдела привлекать новых клиентов, ну или уж хотя бы продавать имеющимся клиентам новые виды товаров или услуг или решения под ключ. Итак, первое. Честность сотрудников отдела. Минимально стабильное количество сотрудников отдела это 6 человек, включая одного, но лучше двух руководителей продаж, плюс минимум 4 рядовых. Ну, при двух руководителей продаж, 4, 5, 7 без проблем, они справятся с управлением. Плюс еще администратор отдела продаж сбоку, желательно. Кстати, два руководителя, они одновременно, или мы не можем... Они в иерархии, разделяют функции. Там дело в том, что у профессиональных руководителей продаж колоссальный объем функций, и помимо этого, если руководитель продаж сам не занимается продажами, сам не продает, сам не дожимает сделки для своих подчиненных сотрудников и не зарабатывает на своих сделках во много раз больше, чем стоит его содержание, то это не руководитель продаж, а, как бы, мягко скажем, ерунда на послом масла. Я бы вырос по-другому, но не в прямом эфире. Да, это правильно. Вот. Дальше. Допустим, отдел у нас укомплектован. Тогда следующая интенсивность работы этого отдела, звонки и встречи. Должны быть установлены нормативы, и они должны выполняться. То есть по количеству звонков, по количеству встреч. И встреч на выезде к клиентам. Я бы сказал, что если идут переговоры на выезде, на встречу с клиентом, то, допустим, если в разных районах города клиента находится и одна встреча в среднем час, 6-10 встреч в Москве, 8-10 встреч в регионе в неделю на одного сотрудника, это неплохо, хорошо даже, 11-15, отлично. Это часовых встреч, там и больше, чем час, в разных районах города на выезде клиента. И третье, тогда уже, насколько эти встречи, уже претворяются в продаже. То есть результативность звонков и встреч, результативность переговоров и конвертация клиентов в сделки. Ну и плюс средняя сумма сделки и маржа. Вот в основном параметры, которые первоначально определяют эффективность продаж. Дальше, соответственно, повторные сделки, позитивные рекомендации, это уже долгосрочная отдача от этой же работы. Вот. Очевидный вопрос, куда, как все это строить, с чего начать, но я бы рекомендовал, как первый шаг, как минимум, одно из двух, а лучше оба. Книгу мою, построение отдела продаж, от корки до корки. Для собственников бизнеса еще, как разгубить собственный бизнес, следственный совет российским предпринимателям, крайне советовал, пока вы еще не все ошибки там совершили, которые в книге описаны. Лучше учиться на чужих ошибках, да? То есть там некие грабли, да? О, да. Несколько десятков типовых граблей, от которых страдает подавляющее большинство российских бизнесов. Фантазий не очень много. Все ошибки типовые. И все упорно ходят под ним. А, кстати, Константин, говоря о типовых ошибках, вот нет у вас ощущения, что человек все же реагирует на грабли, на которые сам он наступил. Вот он прочел, да, в вашей ли книге где-то еще, что вот так не надо делать, так не надо делать. И в конечном итоге все равно он сделает. Определенная тоже своего опыта нужна, но человек, который получает также чужой опыт, общается с другими понимающими, опытными людьми, хотя бы читает покаяющие книги, он может потом начать быстрее и лучше делать выводы и менять свои действия. Тот же, который не получает информации, не понимает, где он ошибается, я видел, что он разом строит уже четвертый бизнес, три погибли на одном и том же месте, сейчас гибнет на нем уже четвертый. То есть он разом строит бизнес в нуле, доводит его до одной и той же точки, гибнет бизнес на одной и той же ошибке, и он не делает выводов. Легко. Легко, легко. Так, хорошо, значит, продолжаем. Безусловно, надо познакомиться с вашими... Ну, или как альтернативный вариант. Есть информация лучше в таком реальном выражении. Можете зайти в гости к нам на тренинг, двухдневное представление системы продаж для первых лиц. FIF.ru, там есть, кажется, график и все остальное. Ближайшие в Москве на следующей неделе, вторник всегда. Я понял. Ну, и учитывая, что немножко времени у нас осталось, да, если можно, озвучьте некие перспективы развития, ну, вашей компании и вообще бизнеса, похожего на ваш. Есть ли такое только? Рынок у нас совершенно не занят. Конкуренции реальной нет. Есть, я знаю, некоторое количество, их очень мало, сильных экспертов в этой области, кроме, так сказать, нашей команды. Не в области продаж, таких больше, а именно в области управления, продажи, построения отделов продаж. Совершенность у них работает. Я знаком с ними лично, и за многие годы мы ни разу не столкнулись у клиентов. Это говорит о том, что действительно, да, рынок не охвачен совершенно. К вопросу о том, что там весь рынок подделен, ничего еще не изобретено. Бич же нашего рынка, это две вещи. То, что люди крайне тяжело решаются на решительные шаги, в том числе по развитию своего бизнеса. То есть наш основной конкурент, это нежелание что-либо делать. Они там и книги прочитают, и на тренинги придут, и все еще ничего не делают. И уж если они не хотят ничего делать сами, уж тем более они услуги не закажут. И второй бич, это, скажем так, как люди, которые изображают у себя экспертов, не имея реального практического опыта. Я скажу так, что эксперта может быть видно по книгам, которые он написал, по статьям, которые им также написаны, много где опубликованы. А главное, по слижимому этих статей и книг вы хотя бы уже там понимаете, что у него есть практический опыт, и действительно сильные вещи там можно рекомендовать и внедрить. Но если у эксперта за плечами нет ни книг, не толком нет статей, а, кстати, он представляет каких-нибудь саентологов, и основная его цель завречь людей в секту, чтобы потом отписывать этой секты пожертвование имущества, ну, извините, это, знаете, можно идти на такой тренинг, но истинная цель этого тренинга вовсе не в том, чтобы здание... Ну, и люди взрослые прекрасно должны понимать, куда вы идете. Константин, огромное спасибо! Константин Бакш, собственный генеральный директор, автор деловых бесс-фельдов, сегодня был у нас в студии. Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели, всего хорошего! До свидания! Успехов в бизнесе!